Однажды четверо друзей Теперь они искатели Их цель – пройти по Пермскому краю Найти хранителей традиций разных народов И передать тайны прошлого будущим хранителям Чтобы наши потомки не растворились во времени и пространстве В предыдущей программе Влад, Сережа, Аня и Жасмин Начали знакомиться с традициями Коми Пермяков Они побывали на празднике первого снопа Освоили старинные игры и столкнулись с отдачным туманом К счастью, все обошлось благополучно И искатели продолжают разгадывать загадки из стойка Вот вы, если будете внимательны, то поймете Почему в той Пермянской культуре очень много связано с природой И еда, и посуды, и даже музыкой И оттестную связь с окружающей средой Как будущие хозяйские мы решили узнать все секреты приготовления Настоящего Компермятского хлеба С бабой Зоей мы познакомились на празднике в поле Она самый настоящий хранитель традиции деревни Чинага Никто лучше нее не умеет завязывать снопы и спечь хлеб Жизнь у бабы Зои была непростая Пришлось ей и голод войны пережить И в колхозе работать с 14 лет Но несмотря на все трудности Глаза у бабы Зои удивительно добрые А дом такой уютный, что не хочется уходить Баба Зоя, а кто вас научил так хлеб печь? Мама когда была, мама смотрела Как она печет Потом сама училась Получается, что печь хлеб баба Зоя научила ее мама А мама бабушка Так что рецепт этот старинный, семейный Как же готовить хлеб? Еще вечером баба Зоя поставила опару Она смешала муку с овсяным квасом, с сахаром и солью Занящее тесто поднялось, стало пышным, задышало Теперь ее нужно выложить в форму Мы тоже помогаем Баба Зоя разрешила Тесто мягкое и как будто живое Погладим его и пожелаем стать самым вкусным хлебом Компермяки пекут хлеб в печи По-компермяцки она называется кор Печь нужно хорошенько протопить А угольки разгрызти Отправляем хлеб в печь А сами отправляемся на палате В палате это настил из досок под потолком Между стеной избы и печью Раньше на палате спала вся семья От печки тепло и места здесь много Всей большой семье улечься хватит А днем на палате играли ребятишки Кстати, отсюда все видно Как наблюдательный пункт за взрослыми Палате, палате самое то Хорошо у бабушки Зои Только вот с некоторого момента Нам с Аней стало казаться, что за нами кто-то следит Компермяки верят, что в доме живет суседка Это дух, который живет в подполье и следит за порядком в хозяйстве Чтобы суседка хорошо за домом следил Относиться к нему надо с почтением Приносить угощения, говорить добрые слова А если переезд намечается Надо предложить суседка сесть в лапоть И поехать с хозяевами в новый дом Вообще суседка невидимый Но говорят, что иногда он может показаться тебе в образе дедушки Мехового комочка или кота Может, конечно, это и суседка Но, по-моему, обычный кот Котик Так зовет его Баба Зоя Ну вот хлеб испекся Круглый, как солнышко Горячий А как вкусно пахнет Можно попробовать сейчас? Этот хлеб совсем не похож на тот, что мы покупаем в магазине Но Ане и Жасмин он показался очень вкусным Я записала рецепт в свой дневник Попробую испечь такой хлеб дома с мамой А пока он пермятский хлеб, нянь Пока Аня и Жасмин пекли хлеб, Сережа с Владом Отправились на поиски природной музыки Оказалось, Сережа успел уже кое-что узнать на эту тему Нам надо дойти сныть Сныть? А что это такое? Кормяки и сныты делают какие-то дудочки Ну, пошли искать Итак, искатели должны найти сныть Из которой коми-пермики делают традиционный инструмент Пыляны Только как же выглядит сныть? Познания искателей в ботанике не слишком-то велики Может, это сныть? Навряд ли Может, вот это вот сныть? Нет, не знаю Искатели совсем было расстроились Но тут... Так где же это сныть? Сныть Мальчики, а вы не это ищите? Вот она сныть Это что, сныть? Да Вот сныть растет Вот это сныть И смотри, сколько мы задоптали снытьем Но ничего страшного Сейчас мы все с вами срежем Искатели сразу узнали Альбину Васильевну Они виделись с ней на празднике первого снопа Она — хранитель традиций села Архангельское Много знает и про обряды, и про игры, и про музыкальные инструменты коми-пермяков Альбина Васильевна рассказала искателям, как делают дудочки-пыляны Сначала нужно найти сныть Где ее искать? По окраинам полей и лесов На лесных вырубках Узнать ее можно по толстому стеблю и зонтикам наверху Стебель сныти внутри пустой, с перемычками Коми-пермики еще сотни лет назад заметили это И решили мастерить из сныти дудочки Для этого они отрезали или откусывали части стебля Так, чтобы с одной стороны оставалась перемычка, похожая на донышко Части стебля чистили, сушили, а потом пробовали на наличие голоса После этого трубочки собирали в ряд От низкого звука к высокому Так получался музыкальный инструмент, на котором можно было сыграть несложную мелодию Как выяснилось, делали пыляны и играли на них исключительно девочки, девушки и женщины В общем, не мужское дело оказалось это Пылянами заниматься Но звучат они очень красиво, негромко, даже нежно Кто-то слышит в этом звуке шелшание листьев Кто-то песни дождя А что услышишь ты? Влад решил найти побольше стеблей для пылян А Сережа тем временем отправился искать посуду от природы Шел он, по сторонам смотрел И скоро увидел на лавке у дома подсказку Предметы из коры дерева Вот оно! Может быть здесь он найдет ответ на свой вопрос В доме с резными ставнями живет хранитель знаний о посуде коми-пермяков Валентина Федоровна Уже 20 лет она делает туиски, корзины, соломки из берсты И учит этому детей Я срочно попросился к ней в ученики Валентина Федоровна, ну объясните, как посуда на деревьях растет? Да ты знаешь, раньше коми-пермяки ходили в лес Собирали там бересту И вот у них получились туеса, корзины Валентина Федоровна объяснила Сереже, что раньше материалом для многих полезных в хозяйстве вещей была береста Слой березовой коры Береза – дерево особое, почти волшебное Она может лечить человека А посуда из бересты бережет еду, не дает ей портиться Из больших кусков бересты коми-пермяки делали туеса А из мелких нарезали ленты для плетения коробов, корзинок, соломок Берестяная посуда раньше была в каждом доме Ценится она и сегодня А научиться делать ее может любой человек Было бы желание Валентина Федоровна предложила Сереже начать с небольшой корзинки Как же ее делают? Нарезают 12 одинаковых берестяных полосок И начинают переплетать их друг с другом Когда получился небольшой берестяной коврик, рисуют на нем квадрат Это будущее донышко Теперь нужно сплести стенки Как только сделали корзину нужной высоты Полоски бересты загибают и плетут второй слой Тут не обойтись без специального инструмента Валентина Федоровна, а скажите, что это за инструмент? Это у нас кочадык называется А по комеще ктан? Этим инструментом мы плетем корзину Похож на медвежий коготь Можно попробовать? Попробуем, поплети Наверное, однажды человек подумал Хорошо бы иметь такой коготь, как у медведя И сделал кочадык Кочадык помогает поддеть берестяную полоску Плести с ним намного легче Пока плелась корзинка Валентина Федоровна рассказала, когда нужно заготавливать бересту Как только прогремит первый гром И появятся первые комары Спеши в лес И обязательно мысленно спроси разрешение у дерева Можно ли с него бересту взять С уважением относись к природе И она тебе добром ответит О, почти что доплел А можно доплести дома? Можно, Сережа, можно плести дома Спасибо, папа МакКонна, что вы меня научили плести корзину из бересты Теперь у меня будет посуда, которая из субы росла Вот видишь как? Хорошо До свидания До свидания, Сережа Пока Сережа учился плести из бересты Аня отправилась в гости к еще одному хранителю Дело в том, что на коме-пермиках искатели заметили пояса с загадочными знаками И Аня решила выяснить, как делают такие пояса И есть ли какой-то тайный смысл в их узорах Она собирается спросить об этом народного мастера пермского края Полину Михайловну Здравствуйте Здравствуй А что это вы такое делаете? Это поясок, покромка Почему он такой странный? Потому что он еще не закончен А вот как из такого получается такое? А чтобы получилось из простых ниток, вот такая красота, из такого узора Надо терпение, умение и любовь к ремеслу и к своим предкам Быстро и ловко работают руки Полины Михайловны Посмотрим, как же плетут пояс В его основе длинные нити Они туго натянуты, одним концом привязаны к неподвижному предмету, другим к поясу мастера Между нитями установлена дощечка, которая разделяет их на две части Мастер руками выбирает нитки, которые нужны для узора А потом между верхними и нижними нитями основы пропускает нитку поперечную Нитки, выбранные мастером, остаются наверху, образуя узор Теперь верхние и нижние нити основы меняются местами Плотно захватывая ниточку поперечную И так повторяется сотни, тысячи раз Прежде, чем будет готов пояс А кто вообще ткал в старину? Раньше умели ткать все И девушки, и женщины, и даже девочки Такие, как я? Да, 6-7 лет Девочка уже умела и прясть, и ткать, и шить, и вышивать И надо было готовить приданное А кто не умел ткать? Ну, значит, тебя замуж и не возьмут Как это? Так и не возьмут, потому что у тебя нет приданного Я выяснила, что девушек, которые не умеют ткать, их правду замуж не брали Зачем нужна жена, которая не сумеет семью одеть? Надо на всякий случай научиться ткать Дело это, конечно, долгое Но зато, какая получается красота Представляете, этот пояс будет неповторимый Один-единственный в целом мире И самое главное Спорим, вы не знали, что узоры на поясе Это тайный текст И его можно читать Это же не книга, скажете вы А вот раньше все люди умели понимать Знаки, нанесенные на пояс По орнаменту на одежде можно было узнать Какого рода человек И где он живет, и чем он занимается Так это что? Древний паспорт такой В основе узора разные фигуры Треугольники, квадраты, ромбы И складываются они в особые символы Тут и солнце, символ жизни И перна, крест И качокок, сорочая нога И олень и рога И это не просто красивые узоры Главный секрет, который я узнала Что пояс это оберег Защита от злых сил Из дома без него не выходили Люди верили, что если на пояс нанести защитные знаки На тебя не смогут воздействовать силы зла Пояс прижимает одежду к телу человека Усиливает ее защиту И образует магический круг Мужскую одежду подвязывали узким поясом-тельником А женский сарафан по кромкой Верхнюю одежду подвязывали к ушакам И выходил человек из дома уверенный в том Что добрые силы поддерживают его Помогают в делах Вот так пояс Спасибо вам большое, что вы объяснили Что пояс это не просто украшение И теперь это я поняла Вы еще много мне чего объяснили Спасибо большое Вечером искатели собрались вместе у костра Итак, объявляю этот день экспедиции успешным Да, и мы почти отгадали загадку Которую загадал нам Дмитрий Игоревич Помните, он нам говорил, что у коми-пермяков все происходит от природы И еда, и посуда, и даже музыка Да А хлеб, прежде чем в печке печься, он в поле растет И посуду коми-пермяки делали из коры деревьев Тоже от природы И музыкальные инструменты делали из растений А у нас, наверное, картошка испеклась Да Может быть Давайте посмотрим Что может быть вкуснее печеной в костре картошки? Только картошка, которую ты ешь вместе с друзьями День дался, и картошка тоже Горяченькая Как там говорится, как потопаешь, так и полопаешь Топали много, а лопаем смело Я в городе никогда не слышала столько странных звуков Мне кажется, что река дышит Она поет Вы хотите всплеск? А может, это Вакуле? Кто это? Этого стрелудно-нижнего мира и злых духов? Коми-пермяки говорят Просто так к воде подходи Сначала Вакуле надо задомить Подарок подарить А что отдавить-то надо? Или монетку, или хлеб А если из родника пьешь Турнетку надо использоваться Вытянуть И воду бросить Смотрите Вакуле! Смотрите в следующей серии Есть ли у Коми-пермяков клады и где их найти? Что такое мутовка? Кто изобрел пельмени? Искатели найдут ответы на все вопросы Под родными небесами Есть секреты с чудесами Мы отправимся их искать Рядом с нами чудо-клады И заметьте только надо Если умеешь ты Будем встать Одно на все Это оно нам дело Смотрящие действуют смело Старителей нам суждено найти Степенский край Искатели в пути 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 Искатели! Продолжение следует...